Всем привет! Сегодня приготовим кукис. Вкуснейшее американское печенье с кусочками шоколада. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Я буду использовать 155 г просеянной пшеничной муки, 15 г просеянного какао, 1 яйцо Ц1, 150 г сахара, у меня смесь коричневого и белого, если будете использовать только белого, то возьмите поменьше. 100 г размягченного сливочного масла, 100 г темного шоколада, либо однорубленного, либо капелек. 10 г разрыхлителя, немножко ванилина и соль. Перекладываем сливочное масло в глубокую емкость, добавляем сахар и взбиваем миксером, постепенно увеличивая скорость, ну примерно минутки 2-3. Масса должна чуть-чуть совсем увеличиться и побелеть немножко. Но у меня сахар коричневый, поэтому у меня это не сильно будет видно. В общем, все, взбиваем. Все, теперь добавляем яйцо и взбиваем еще 2 минутки на максимальных оборотах. Все, нашу основу мы приготовили, теперь можно убрать миксер, он нам больше не понадобится. Эту основу нужно теперь разделить на 2 равные части. Но если будете готовить только один печенье, то тогда делить не стоит. Яйцо и масляную смесь я разделила, у меня получилось примерно по 150 грамм. Так, теперь для белого печенья мы будем использовать 85 грамм муки, а для шоколадного 60 грамм муки плюс 15 грамм какао. Его мы добавляем в муку. Перемешиваем и теперь в каждую добавляем, ну, примерно по чайной ложечке разрыхлителя. Ну, это получится где-то 5 грамм. Вот так вот, на глаз. Все, разделили. В белую добавляем еще ванилин. И в каждую добавляем соль. Перемешиваем. Теперь соединяем сухие ингредиенты с нашей основой. И хорошо перемешиваем лопаточкой. Сесто должно получиться такое вязкое, не жидкое ни в коем случае, и не тугое. Ну, сейчас вот размешаю, покажу. Вот, такой густоты теста должно получиться. Вот, они оба должны быть полностью одинакового состояния. Теперь добавляем в каждое тесто по 50 грамм шоколада. Я искала, так и не нашла шоколадные капельки, поэтому просто покупаю обычный шоколад. Ну, главное, чтобы качество было хорошее. Вот у меня здесь 70%. Ну, это проверенный шоколад, мне он нравится. И просто рублю его ножом. Все, теперь перемешиваем. И ставим в холодильник на минут 10, чтобы оно чуть-чуть подостыло. Потому что, ну, масло мягкое, и тесто будет неудобно выкладывать на противень. А за это время как раз можно поставить в духовку разогреваться на 180 градусов. Теперь в холодильник на 10 минут. Тесто я достала из холодильника, а противень застелила пергаментной бумагой. Вот, тесто поставило в холодильнике, и теперь оно вот. Ну, не такое липкое стало. Сейчас удобнее будет его формировать. Ну, чайную ложечку вот так берем тесто. И формируем такой шарик. Ну, примерно как теннисный. И выкладываем. Расстояние между печеньками должно быть хотя бы сантиметра три. Потому что оно, естественно, оно, как все кукисы, расплывается. И ему нужно место. Ну, чтобы они потом не посклеивались некрасиво, нужно на расстоянии выкладывать. Все так формируем все печенье. Я сформировала все печенье, получилось ровно 20 штучек. Теперь отправляем в духовку разогретую до 180 градусов на минут 10-15. Края должны быть тверденькими, а серединка мягкая. В процессе остывания она затвердеет. Печенье готово, оно выпекалось 12 минут. Оно еще слегка мягковатое. Теперь перекладываем на решетку, чтобы оно затвердело и остыло. Печенье остыло. И теперь смотрим. Оно получается очень хрустящим, рассыпчатым. Очень много шоколада. Идеально с холодным молоком. В магазине такого не купишь точно. Так что все, обязательно пробуйте. Пишите свои отзывы в комментариях. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. И подписывайтесь на мой канал. Желаю всем приятного аппетита. До новых встреч!